Анастасия Ноздрин-Плотницкая В Бресте подписали контракт с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию на сумму в 1 миллион долларов. Корреспонденты БУК-ТВ разбирались, чем отличается этот проект от других, как и для кого будет работать и что даст брещанам. Учебный год 2020-2021. Рекордный для Бреста. За порты сядет 5058 первоклассников. В школы, гимназии, лицеи придут почти 42 тысячи учеников. В детские сады более 18 тысяч. В областном центре прошел августовский педагогический совет. Отопительный сезон пройдет в штатном режиме. Работники брестских тепловых сетей завершают подготовку к зиме. В Бресте подписан контракт с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию на сумму в 1 миллион долларов. Название проекта – стимулирование потенциала технологий четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого развития Беларуси. Реализацией столь перспективного направления будет заниматься Брестский технопарк. Подписывал данный документ заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь. Документов, контрактов и договоров подписывается немало, но этот отличается от других. Чем? Как? Зачем? Ответим на эти вопросы в первом материале выпуска. Еще каких-то 50-30 лет назад никто из нас и не предполагал, что могут в нашей жизни быть роботы-официанты, роботы-пекари, роботы-помощники по хозяйству, парикмахеры, что удивительно, роботы-хирурги, что сложными производственными процессами можно будет управлять на расстоянии. Сегодня это уже не миф, это реальность. Цифровая экономика на подъеме, на рынке труда, эволюция роботов. Но не пугайтесь и не возмущайтесь. Это совсем не значит, что машина, пусть и умная, заменит человека. Просто нужно будет учиться, развиваться, чтобы получить более интеллектуальную, а главное, востребованную профессию. Человеческий фактор, что вы понимали, индустрия 4.0, про четвертую промышленную революцию, как раз у нее особенно, что если есть монотонная работа, которая повторяется постоянно и за дня в день одно и то же, с наибольшей вероятностью люди оттуда будут уходить. То есть будут появляться автоматизации, будут появляться роботы-манипуляторы, пилитайзеры, тележки и так далее. Человеку отводится больше творческий элемент, креативный, разработка научно-технической, конструкторской документации. Но в самом производстве людей будет становиться все меньше и меньше. А куда уйдут люди? Вы этот фактор рассчитываете? На самом деле здесь есть два подхода. То есть фактически, как я уже говорил на Савушке, люди, которые высвобождаются из производства, они очень многие идут в службу автоматизации. То есть сколько высвободили оттуда, примерно столько же пришло в автоматизацию. Но не те же люди, наверное. А по-разному. Потому что они кажутся же способны к этому. На самом деле, как раз в новых технологиях эта дилемма очень ярко выраженная. Она никуда не уйдет. То есть, допустим, если мы берем систему переквалификации, то она как раз должна быть рассчитана. То есть если высвобождается малоквалифицированный труд, мы должны им предоставить возможность либо переучиться, либо даже, условно, открыть свой малый и средний бизнес. И помочь на каком-то этапе, на первом, чтобы они стартанули. Внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы, пути применения его в экономике. Над этим работают ученые мира. И уже активно используют предприятия. В Бресте тоже. Пример – Савушкин продукт, предприятие Компа и другие. Мы скорее должны развивать наши сильные стороны. Я бы, наверное, все-таки не сырье и ресурсную базу называл. Я бы называл интеллектуальную составляющую наших людей. То есть если мы возьмем любую экономику, где есть добавленная стоимость, основная добавленная стоимость формируется там, где интеллект. Не там, где сырьевая база, нефть, пластик, еще что-нибудь. На самом деле вся добавленная стоимость максимально 80-90% – это там, где люди. То есть если мы возьмем информационную среду, там почти 100% формируется человеком. Компьютер – он очень маленькую составляющую в IT-продукте. То же самое, если мы говорим сейчас про индустрию производственную, если мы даже Савушкин возьмем, допустим, Брестки, это уже в принципе предприятие одной ногой в индустрии 4.0. Но там на производстве практически не остается людей. Но как они смеются, сколько мы освобождаем их с производства, примерно столько же приходит служба автоматизации. И они максимально делают так, чтобы производство 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работало максимально автоматизированно, потому что участие человека в производственном процессе монотонным. Это всегда есть риск брака. Поэтому в данном случае задача индустрии 4.0 – человеку дать более квалифицированную работу, более интеллектуальную работу, чтобы на выходе мы получили больше добавленную стоимость в продукте, который выходит с производства. Подписанный контракт с Организацией объединенных наций по промышленному развитию на сумму в 1 миллион со сложным наименованием стимулирования потенциала технологий четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого развития Беларуси даст возможность предприятиям развиваться в новом направлении. Реализацией столь перспективного направления будет заниматься Брестский технопарк. Эти технологии дадут возможность, прежде всего, повысить свой профессиональный уровень и перейти на другой, скажем так, этап развития. Мы просто повысим производительность, и все люди смогут работать по другим специальностям. Этот проект даст, в первую очередь, возможность осваивания новых технологий, современных технологий, так называемой индустрии четвертой новой, или цифровизации. Это роботы, это, значит, 3D-технологии и так далее. То, что как раз не хватает нашим промышленным предприятиям для того, чтобы потом масштабировать у себя на производстве, на конвейерах, на технологиях. В Бресте такое оборудование появится впервые. И самое главное, что его смогут использовать не только резиденты технопарка, а все заинтересованные те службы и предприятия, которые в будущем тоже будут, конечно, находиться и в городе Бресте. В городе Бресте у нас три составляющих развития города. Это первое – IT-сфера, второе – логистика и третье – это туризм. Поэтому это одно из как раз тех направлений, которое даст нам возможность толчок в развитии вот этих направлений. Сегодня в технопарке у нас 68 резидентов. Из них 40% – это связано именно непосредственно с IT-сферой. Поэтому двигаемся вперед, и лучше Бреста нету места. В бизнес-сообществе Бреста есть желание двигаться в данном направлении и развиваться. Есть возможности и есть потенциал. Речь о подготовке специалистов в Брестском техническом университете. Задача наша как технопарка – приобретать сложное техническое оборудование и давать его в пользование всем заинтересованным технологическим инновационным организациям. То есть наша задача – это не просто офисы нарезать и раздать. Наша задача – нести больше ценностей, чтобы, условно, к нам приходят сейчас резиденты, которые делают интеллектуальный холодильник, которым можно поставить еду из кафе. И вы просто подходите, у вас холодильник сам распознает, открывает вам дверь, и вы забираете то, что вы хотите, а с вашего счета списываются деньги. То, соответственно, им необходимы холодильники с дополнительным оборудованием. И часть этого оборудования, часть этих элементов мы сможем делать для них. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на Буктове. Продолжаем выпуск. Большой разговор на тему образования. В Бресте прошел августовский педагогический совет. Правда, масштабным, как в прошлые годы, он не получился, что обусловлено пока еще эпидемической ситуацией. Но вопросы поднимались достаточно серьезные. Главный – качество образования, которое должны получать школьники. Подчеркивалось, что учебный год 2020-2021 – рекордный для Бреста. За парты сядет 5058 первоклассников. В школы, гимназии, лицеи придут почти 42 тысячи учеников. В детские сады – более 18 тысяч. Палитра тем для открытого диалога была весьма насыщенной. О главных тезисах большой дискуссии – материал Лариса Осмолович. Городская августовская педагогическая конференция – мероприятие традиционное. В ее рамках обсуждаются актуальные вопросы, подводятся окончательно на итоги минувших учебных месяцев, а также ставятся задачи на новый образовательный сезон. В этот раз на встрече упор на качество образования учащихся. Ведь самая главная задача для любого учителя – научить. Работа по повышению уровня образовательного процесса будет продолжена. Система образования никаких преобразований не претерпела. Все останется по-старому. Школа останется 11-летней. Учебная неделя останется 5-дневной. Школьная останется 6-дневной. Все. Система работает. Система готова к началу нового учебного года. Все учреждения образования готовы к новому учебному году. Материально-техническая база готова к учебному году. Завислены необходимые учебно-методические пособия. Сформированы педагогические коллективы. С началом учебного года собравшихся в их лице и всех работников образовательной НИВы поздравил мэр областного центра Александр Рогачук. Градоначальник подчеркнул, что в деятельности местных органов власти образование занимает большое место. И это неудивительно. Системой образования Бреста охвачено порядка 70 тысяч детей. В этом году в школы, лицей и гимназии пойдет около 42 тысяч ребят. В системе дошкольного образования будут учить и воспитывать 17 тысяч малышей. И эти цифры рекордны. А потому и внимание к педагогам особое. Каждый третий рубль городского бюджета это рубль, который направляется на содержание системы образования. Прежде всего, конечно, заработная плата педагогических работников. Поэтому мы обеспечиваем бесперебойное и регулярное финансирование всех этих расходов. И на настоящий момент никаких сбоев нет. Все учреждения образования готовы к новому учебному году. Нам удалось подготовить их с использованием и бюджетных, и вне бюджетных средств. Отложили на следующий год ремонт двух пищеблоков в тех школах, где он необходим. Как только ситуация с пополнением городского бюджета улучшится, я думаю, что мы к этой работе подойдем. Возможно, в том числе и в школьный период с минимальными потерями для самих школьников. Мы имеем стабильный педагогический коллектив нашего города. Мы имеем замечательных управленцев, системы образования, прежде всего, руководителей наших школ, которые занимают активную гражданскую позицию, которые достойно несут звание брещанина, и которые весь свой талант, всю свою мудрость отдают своим детям. Уже сегодня сведены к минимуму такие проблемы, как, к примеру, нехватка мест в дошкольных учреждениях, наличие современных пищеблоков и спортзалов в школах, улучшение материально-технической базы. Каждое учебное заведение современно, уютно, по-своему, но все познается в сравнении. А потому опыт каждого образовательного учреждения изучается, работа совершенствуется. Город тщательно изучает опыт функционирования данной школы, как мегашколы, все-таки 2700 учеников. Наверное, это очень сложно, ответственно, и насколько оптимален формат этой школы для дальнейшей популяризации в городе, тоже будем смотреть. Мы изучаем опыт дошкольных учреждений, которые у нас уже есть четырех типов. Это комбинированная, ясно-сад начальная школа, малоформатные детские сады, типовые сады 260, типовые сады 350, и вот сейчас встроенный детский сад. То есть мы изучаем все эти форматы для того, чтобы впредь при проектировании микрорайонов использовать наиболее оптимальный с точки зрения затрат формат дошкольных учреждений. После приветственной речи Александр Рогачук вручил почетные грамоты руководителям отделов образования города за большой вклад в развитие системы образования. Лицей, как всегда, к учебному году готов. Во всеоружии обновленное здание, все, что можно было подготовить к учебному году, мы это сделали. Обновили немножко состав педагогический, укрепили свои педагогические кадры. Поэтому, в принципе, мы ждем детей. Лицейский дом открыт, и мы с радостью ждем своих воспитанников. Мы успели набрать 7 классов в этом году, 7 десятых классов. Все они набрали очень хорошие баллы при поступлении. Поэтому мы возлагаем на них очень большие надежды. Мы надеемся, что они принесут победы не только нашему учреждению, не только московскому району, но и городу, и нашей Брестской области. Опыт и знания педагогов Бреста достойны похвал. Они самоотвержены и талантливы. И их главная задача – учить и воспитывать. С этим они справляются достойно. Справятся и в наступающем учебном году. Учебные заведения к образовательному сезону готовы. Укомплектован педагогический состав. Осталось только начать путь к покорению новых вершин. Современное общество ждет от школы выпускников с прочными знаниями, широким кругозором, учеников мыслящих, инициативных, творческих. В нашей школе созданы замечательные условия не только для детей обычных, так скажем, но и для детей с особенностями психофизического развития. Мы открываем 4 интегрированных класса первых, а вообще в школе будет 10 интегрированных классов и 4 специальных класса для деток с особенностями. И для них тоже создаются условия, чтобы они получали достойное образование. Цель нашего педагогического коллектива – дать всем детям качественное образование и создать им возможность быть конкурентоспособными в нашем сложном, наверное, часто поворачивающемся в разные стороны мире, чтобы был какой-то внутренний стержень, чтобы человек всегда оставался человеком. Рабочее настроение – настроение, когда мы должны начать новый учебный год, а в течение учебного года дать нашим детям качественное знание, для того, чтобы они смогли поступить в высшее учебное заведение и быть готовы к дальнейшему жизнеустройству. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук специально для программы «Итоги недели». Одной из тем городского педагогического совета стало подведение итогов прошедшего учебного года. Он был непростым, однако результаты школьников Бреста приятно порадовали. Традиционно в копилке региона дипломы предметных олимпиад. Гордятся учебное заведение и своими выпускниками, особенно теми, кто по итогам централизованного тестирования набрал заветное 100 баллов. В городе над Бугом таких ребят четверо. Кондратюк Артем, выпускник лицея номер один, набрал 100 баллов по математике. Таким же успешным стал этот экзамен и для выпускника гимназии номер 6 Кирилла Сосика. Егору Томильчику, выпускнику 14-й школы, удалось достичь высокого результата по обществоведению. А выпускница гимназии номер 5 Маргарита Равнейко преуспела вдвойне. У девушки на руках сертификаты с результатом в 100 баллов по русскому и английскому языкам. Как сложилась судьба этих молодых людей? Куда поступили? О чем мечтают? И каковы планы на будущее? Ответим прямо сейчас. Централизованное тестирование в нашей стране в этом году началось позже обычного, 25 июня. Дополнительное время молодые люди использовали для усердной подготовки к экзаменам. И, как оказалось, не зря. Очередная вступительная кампания прошла для абитуриентов Брещена достаточно успешно. Кроме того, на каждом пункте тестирования соблюдались все меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Реализовать задуманное удалось всем. Организаторы вступительной кампании были довольны условиями проведения, а абитуриенты высокими баллами по итогам. В Брестской области у нас на сегодняшний момент имеется 21 ступальный результат. Это достаточно хороший результат. Конечно, хотелось бы, может быть, и побольше, но по сравнению с прошлым годом, как говорится, достаточно много. Из более чем двух десятков умников и умниц четыре – жители Бреста. Сегодня Артем Конаратюк, выпускник лицея номер один, с улыбкой вспоминает экзамены. Волнение присутствовало, но уверенность в своих знаниях была выше. Заветное ступалов молодой человек получил по одному из самых сложных предметов по математике. Успешные результаты позволили поступить на бюджет в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и выбрать специальность, связанную с программированием. Это тестирование было довольно необычно в связи с необычной ситуацией. Даже по математике, по предмету, который у меня набрал 100 баллов, разделили на два дня. И каждом из этих дней были, в принципе, довольно разные задания, даже по темам. Их невозможно было соотносить, но, в принципе, это довольно решаемо. 95% усилий, которые нужны для того, чтобы сдать стопу математики, это чисто прорешивание вот этих шаблонных тестов. За разные года, можно с репетиторами, можно из каких-то иных источников, которые репетиторы сами готовят, укладывают в сеть. Попрощаться с родными стенами 14-й школы перед отъездом в столицу пришел еще один обладатель стабалов. Егор Томельчик получил самую высокую отметку по предмету обществоведения. Верным куратором и помощником на этом пути для Егора была мама-педагог. Сегодня, прогуливаясь по школьному дворику, в душе юноши легкая грусть от того, что нужно покидать родной город. Но глаза горят. Егор стал студентом бюджетной формы получения образования в БГУ, выбрав для себя юридический факультет. После того, как все ЦТ были сданы, я уже выбирал между БГУ и БГУ. Прежде всего, БГУ – это между юридическим и экономическим. Я поступил в лучший университет страны именно в БГУ, специальность юриспиденции, она самая лучшая в стране, поэтому я доволен, в принципе, своим выбором. Очень сложный год был. Это еще и работа над аттестатом была, потому что аттестат тоже такую достаточную роль играет. И, ну, просто это был марафон на длинной дистанции. Это было достаточно сложно. Я не могу сказать, что я… мне было все так легко давалось. Конечно, благодаря тому, что я хорошо учился на протяжении всех этих годов, это мне очень помогло, но и я очень сильно трудился, считаю. У каждого из этих ребят был свой путь к успеху, но их результаты – это подтверждение простой истины. Если ты чего-то очень хочешь, то это обязательно получится. Эта неделя стала неделей перемен в дипломатическом корпусе, представленном в областном центре. Завершил свою дипломатическую миссию генеральный консул Республики Польша в Бресте Петр Казакевич. Также закончился срок службы консула Республики Казахстан Эльдара Кунаева. В Брестском горосполкоме состоялась встреча казахстанского дипломата с руководством. Мужские разговоры о политике, экономике, футболе уже до начала мероприятия было понятно, что называть встречу официально не стоит. Эльдар Кунаев за два года и семь месяцев своей дипломатической службы в Бресте приобрел немало друзей, которые по достоинству оценили прежде всего его человеческие качества и, конечно же, качество истинного дипломата. Об этом говорил и руководитель города Александр Рогачук. Поверьте, что наше было общим решением, Эльдар Скарович, сказать вам вот такое коллективное спасибо и восхититься вашим талантом как личности, как дипломата и просто как замечательного человека. Я очень надеюсь, что у нас хорошая есть практика, когда дипломаты, заканчивая работу, остаются вообще жить в Бресте. И Никита Николаевич, это мой яркий пример в том числе. Я очень надеюсь, Эльдар Скарович, что заканчивая свою миссию в городе, мы не заканчиваем наши отношения. На встрече подчеркивалось, благодаря инициативам Эльдара Кунаева экономические, культурные и просветительские связи нашего региона и Казахстана получили новый виток развития. Внешнеторговый оборот вырос в разы, причем доля экспорта преобладает. Темп роста твороборота составил 111%. Если мы по прошлому году, вы говорите, успешному году 25 миллионов, города Бреста, то уже сейчас у нас получается ситуация еще 25,6 сейчас, а было год назад 22 миллиона. Основную свою миссию, как дипломат, вы выполнили более чем достойно, помимо культурной составляющей, просветительной составляющей, вы еще и скоммутировали наших руководителей. В итоге есть экономика. Наши торговые взаимоотношения между Казахстаном и Брестской областью были на уровне 82 миллионов долларов, а сейчас 153. То есть в два раза увеличился внешнеторговый оборот между... За 2,7 года, да? Да, да. Ну то есть это, естественно, это прежде всего брестские предприятия, ну и наши казахстанские, которые мы, так сказать, информировали о том, насколько интересно сейчас работать с Брестом, с Брестской областью. Как признание заслуг Ильдара Кунаева – юбилейная медаль «Тысяча лет городу Бресту», которую вручил дипломату Александр Рогачук. По признанию Ильдара Кунаева о годах, проведенных в Бресте, останутся лишь приятные воспоминания. Я в своем сердце всегда ставлю вот именно Брест как самый добрый, красивый, теплый город. И причем я проникся героизмом Брестской крепости. Это все-таки наша история, общая история. И потом мне она очень нравится, что здесь и на примере Брестской крепости воспитывается молодое поколение, что совершенно другие взгляды на жизнь. Город тысячелетней истории, такого второго города нет. И то, что мэр города, председатель города с полкома Александра Степановича Рогачук всегда говорит, что лучше Бреста нету места, это абсолютно правильное такое высказывание. Не просто высказывание, это истина. Конечно, радуюсь, что город такой, но грусть, конечно, есть в моем сердце, потому что я покидаю Брест. Но я думаю, что обязательно приеду сюда. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Буквально несколько дней отделяют нас от календарной осени. Не за горами – зима. Пока синоптики с осторожностью дают прогнозы, ясно одно – холода придут. А потому подготовку к этому периоду работники Брестских тепловых сетей начали заблаговременно. Однако с отставанием. Ситуация с коронавирусом не позволила приступить к серьезным подземным манипуляциям раньше июня. Несмотря на это, многое уже сделано. А потому очередной отопительный сезон должен пройти в штатном режиме. Как велась подготовка и какие задачи были решены? Подробнее в следующем материале выпуска. Минувший отопительный сезон для филиала Брестские тепловые сети прошел довольно успешно. Серьезных проблем и перебоев потребители не ощутили. А это и есть самая высокая оценка труда всех работников. Огромный комплекс в западной части города – ТЭЦ – является центральным узлом большой цепи сообщения. Именно сюда стекается вся оперативная информация о складывающейся ситуации с горячей водой и водоснабжением. Диспетчер в режиме реального времени отслеживает основные показатели. И в случае, например, прорыва, принимает экстренные решения. В тепловых сетях имеется четыре теплоисточника. Они довольно мощные. И расположены, если ТЭЦ расположена в западной части города, восточная котельная, вторая – восточная, южная котельная – на юге. И в центре находится первая восточная районная котельная номер один, которая самая большая по мощности у нас, которая может забрать к себе зону теплоснабжения, и одной котельной, или второй котельной, или третьей, что способствует нормальному обеспечению тепла. Работа ТЭЦ велась и летом. В межотопительный период потребность города в горячей воде никто не отменяет. И обеспечить это необходимо с оптимальным минимальным расходом топлива. Параллельно велись работы по замене труб и коммуникаций. Там, где это было особенно необходимо. В этом году у нас, конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой усложнился ремонт тепловых сетей. То есть получилось, что до середины июня мы не отключали ни одной тепловой сети, чтобы обеспечить горячее водоснабжение всему городу. Но это, считайте, два месяца, которые мы потеряли в начале. Нам нужно было наверстать все тепловые сети, успеть реконструировать. То есть мы реконструировали в этом году, перевешли на паи трубы полтора километра сетей и четыре с половиной километра сетей мы отремонтировали в обычном исполнении, то есть заменили участки. Также провели плановые испытания на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет и испытания на гидравлическую плотность, которые обязаны мы каждый год перед отопительным сезоном проводить. В городе сегодня еще можно видеть рабочих, занятых на замене труб. Например, на одном из участков по улице Янки Купалы. Благодаря разветвленности теплосетей жители не ощутили в это время неудобств отключения горячей воды. Их перевели на другой источник питания. Кстати, в ближайшие дни работы здесь будут завершены. После испытаний ведется ремонт тепловых сетей. В данный момент был порыв трубопровода, мы раскопали. И я думаю, что мы где-то в понедельник это все завершим. Но люди сейчас с водой, потому что были переключения, они с другой стороны запитаны по теплоносителю, так что вопросов от населения нет. Условная дата старта топительного сезона – 15 октября. Однако, если того потребуют обстоятельства, тепло может поступить в дома и раньше. И к такому развитию сценария представители брестских тепловых сетей готовы. Основной объем работ будет завершен к началу сентября. Брест не единожды подтверждал статус одного из самых благоустроенных городов. И очередной ноу-хау внесет в это звание свою лепту. Речь в нашем следующем материале выпуска пойдет о подземных контейнерах, которые уже в ближайшее время появятся в одном из густонаселенных районов областного центра. В чем особенность новой инициативы и какие проблемы она позволит решить? Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. Подземные или, как их еще называют, заглубленные контейнеры – это форма сбора твердых бытовых отходов, которые уже известны мировому сообществу. И постепенно практика их использования расширяется. Об этом нам рассказал заместитель директора Брестского мусороперерабатывающего завода Сергей Тарасевич. Сегодня уже проработан план размещения первых таких контейнеров. Около двух десятков единиц появятся в микрорайоне Ковалева, где затруднено перемещение транспорта. Подземные емкости будут сугубо для смешанных отходов. Но рядышком будут устанавливаться контейнеры для вторичных материальных ресурсов. И человек, когда идет в одно место сбора, волей-неволей будет и разделять. Если созданы условия, человек просто обязан. Не то, что я хочу или не хочу. Есть обязанность гражданина по раздельному сбору. Это записано в законе обращения с отходом. Заглубленный контейнер представляет собой бак с мешком внутри. Две трети его вкапываются в землю, а на поверхности остается малая часть с крышкой. Объем мусора, который может вместить такой контейнер, равняется пяти объемом стандартных надземных баков. Плюсы использования такой системы сбора мусора очевидны. Эстетика, скажем так, в первую очередь. И, в принципе, помещение отходов под землю уже, как по собой, в любом случае, это другие запахи. Потому как, как бы не ухаживал за площадкой, все равно, когда контейнер стоит перед тобой, все равно, что появляется, скажем так. Ну и логистика здесь тоже. Надо понимать, что одна заглубленная емкость пять метров кубических – это минимум пять контейнеров кубовых. Поэтому тоже это, как бы, экономия места, ну и, с другой стороны, благоустройство. То есть, ее не надо прятать там в ограждение, эту площадку. Она, в принципе, неприметно находится и, скажем так, тут же и безопасность своего рода, опять же. Проект планируется к реализации уже в этом году. Параллельно с развитием подземных площадок, сотрудники мусороперерабатывающего завода работают и над популяризацией раздельного сбора мусора. И если поначалу к этой инициативе многие отнеслись скептически, то сегодня в команде тех, кто поддерживает проект, достаточно большое количество людей. Я считаю, что все люди должны это делать. Это вообще как дышать. Я ничего такого не вижу. Дома все сортируется, все раскладывается по контейнерам. Я считаю, что это нормально. Я считаю, что так должны делать все. И мои дети так делают. И все мои знакомые так делают. Я не знаю вообще. Все зависит от нас. Площадки для раздельного сбора мусора оборудованы всем необходимым. Вывоз бытовых отходов, пластика, бумаги и стекла осуществляется регулярно, что позволяет сохранить чистоту, порядок и приятный запах во дворах и дворовых территориях. А это залог качественной жизни, уюта и комфорта. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги, журналисты Бук-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, есть еще что сказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова